Ахейская шапка Морь, где сидит человек, отирая соленую влагу, Он когда-то спешил, он вернуться мечтал на Итанку. Но куда торопиться теперь, если те, кто их помнил, забыли? Двадцать лет — это срок, что длиннее и глубже могилы. Для чего возвращаться туда, где у всех помутиться от страха? Невозможно вернуться в свой дом неоднажды, оплаканной тенью из мрака. Потому-то не как Одиссей, и не может покинуть застолье, И своей убивается горькой, своей неотступной болью. Вот три тысячи лет собираемся мы на пирог кино, И опять, и опять на устах у певца рассыпается травья. Все кончилось так, как отомно сквозила Севилла, И спылось, что обещано было Гекубе ему и Ахиллу. Почему так случилось, и кому эту тайну откроют? Ведь никто, ведь никто не хотел так добыть в этот роль. Ну, подумай, кому столько лет было нужно бросаться на стены? Неужели им дел не хватало без этой ничейной Елены? Для чего же родилась эта глупая, злая затея? Разве только что будущим римлянам род получить от Энея. Да, конечно, в преданиях одно на деле бывает иначе, И кончаются битвы и встречи не пиром, а плачем, И хоть медом с вином заливая на мужа сирен, Но у всех на губах остается лишь привкус железа и пены. Так, а свет уйдет, под плащом согревая тревогу, Только нам не звезда, а смола освещает дорогу, И по суше, по морю снуют деревянные волки И торчат из воды в наших странствиях немые осколки. Вот сидит Одиссей, свое место заняв у огня, Вспоминает, как пахло в паху деревянном коня, Как трещали троянские шлемы от каждого взмаха, И как страшно кричала и билась в покое своих От драмаха. А потом он на берег идет с питанием и вымыслом полный, И торопит ночами и гонит огромные волны, И по лунной дороге навстречу гейскому мраку Опускает лицо и плывет на Итагу. И хотя, и хотя на мизинец ему не оставлено веры, Он глядит тяжело, как за мысом вдали исчезают терьеры, Для чего он старался, без смертных противится воля, И глаза его тускло мерцают в ночи, И сливаются с умом.